Так, ну что, ребят, всем привет! Сегодня обсудим, что же можно майнить вместо эфира, лучшая замена эфириума и эфириума классику, топ-6 крипталют, которые работают на консенсусе Proof of Work. Ну и будет сегодня много бонусов, поэтому смотрите обязательно. Ну, можно просто открыть на CoinMarketCap, конечно же, топ-пов токенов, но, опять же-таки, каждый может, в принципе, не обладая высоким даже интеллектом, ну, как я, например, вот, то можно запросто определить эти крипталюты по объемам и, в принципе, выбирать просто самые топовые, какие тут есть. Вот, поэтому, как мы видим, это у нас получается равенкоин, я считаю, ну, естественно, все перешли на него, потому что выгоднее всего майнить его стало, ну, если сравнивать с тем же эфириум классиком, да. Ну, эфир классик, я думаю, и так понятно, то есть на относительно донных значениях, да, был памп тут небольшой, но, опять же-таки, надо понимать, что если он и сделает перехай, то на обычном рынке. И все монеты, что я сегодня покажу, они покажут там перехай или вернутся к своим максимумам 21-го года, это, скорее всего, на обычном рынке, это не раньше, чем через год. Вот, ну и плюс ограниченная эмиссия, понятное дело. Потом это у нас с Монеро, плюс анонимная крипталюта, да, делись от анонимной монеты сейчас с разных бирж, там Монеро, Zcash, там Decret и многие другие, но, опять же-таки, ребят, имейте в виду, что, конечно, риски, естественно, имеются. Ну, и нужно это принимать, потому что халявы нет и, ну, как бы, есть возможности, есть риски, но, как бы, гарантий никаких нету. Поэтому надо всегда это брать в расчет, что вам никто деньги не вернет. Вот, поэтому, естественно, бизнес это всегда риски, тем более криптовалютные. Поэтому Монеро, потом следующее, это у нас Zcash. Ну, про Zcash я уже говорю, я не знаю, практически второй год, даже, наверное, два с половиной уже года, я говорю, закупайте Zcash, закупайте Zcash. Его также можно майнить на Proof of Work, кто майнит, можете написать. Вот, по поводу DogiCoin, а Dogi тоже можно майнить. И самое интересное по поводу Dogi, что у нас Dogi стала второй по капитализации пов криптовалютой. Ну, то есть, кто майнит ее больше всего, и мем криптовалюта вышла на второе место по капитализации среди блокчейнов на майнинге Proof of Work после миграции Ethereum на POS. Поэтому самое интересное, что даже не ETH Classic, а DogiCoin. Поэтому, естественно, многие заинтересованы в нем. Но, я думаю, если бы можно было майнить Shibu, майнили бы Shibu, и Shibu была бы на третьем месте, что-то мне так кажется. Вот, по поводу еще каких. Ну, очевидно, это Bitcoin. Ну, Bitcoin особо не выгодно сейчас, может быть, относительно майнить. Сложно его манить, и награда очень маленькая. Но, скажем так, в следующем году будет еще меньше. Вот, вернее, через два года. Ну, после холдинга в 24-м году уже будет еще меньше. Вот, потом также Bitcoin Cash, это как бонус вам даю, соответственно, тоже. Ну, понятное дело, многие могут сказать, что это щиток там и так далее. Но самое интересное, почему люди недооценивают эти монеты. Они говорят, что вот данные крипталюты не вырастут, но они вырастут за счет спроса. Понимаете, пока нет спроса, естественно, никто их брать не хочет. А когда появится спрос, тогда и будет цена расти. Но это будет на бычьем рынке, понимаете. Хотя многие не берут их в расчет, говорят, что они там скам и так далее, никогда не вырастут. Раз не показали себя на бычке в 2020-2021 году, типа перехай отметок 2017-2018 года не было. Ну, я считаю, это лично бейт полный. Потому что, ну, какие проблемы сделать перехай в следующий раз. Поэтому, ну, вот как раз и будет такой исторический момент, соскамятся данные монеты. Либо все-таки они вернутся хотя бы как минимум на эти отметки, а то и сделают перехай. Но я напоминаю, уже должен быть, по идее, пик хайпа. Ну, посмотрим, будет он на следующем бычьем рынке, либо нет. Но, по идее, должен быть. И, соответственно, биткоин уже тоже даст там и 100 тысяч долларов, может даже и больше. Ну, и, соответственно, либо вернется как минимум на те же 70 тысяч долларов. Ну, а эти монеты как бы смогут хотя бы, может быть, не перехай сделать, но подобраться к тем отметкам, где они были до этого. Поэтому, ну, Zcash на пике стоил вообще 4 тысячи долларов. Тем более, тут ограниченная эмиссия. Ой, Zcash, биткоин кэш, сори. Вот, ну и то же самое, кстати, у Zcash. 21 миллион ограниченная эмиссия, как у биткоина. Поэтому 4 тысячи долларов, то есть можно будет 40 иксов заработать. Вообще с нихера. Вот, поэтому имейте это в виду. Также Litecoin, понятное дело, тоже ограниченная эмиссия. Тоже находится на донных отметках. Даже если он вернется там на те же 200, 300, 400 долларов, это уже будут хорошие иксы. Почему бы и нет? Потом также Digiby. Тоже многие почему-то недооценивают данную монету. Также анонимная, напоминаю, риски, конечно же, имеются. Перехай она делала, но в целом заработать на ней, я думаю, тоже можно будет. По поводу еще Horizon. Horizon Zen. Многие тоже почему-то не берут в расчет эту крипталюту. Но на самом деле она также себя показывала неоднократно. И плюс здесь тоже ограниченная эмиссия в 21 миллион. Вот. По поводу гибридов. Также есть у нас и совмещенный как Proof of Stake и Proof of Work. Да, майнить можно как и за счет валидаторов, так и, соответственно, за счет видеокарт. Или ASIC-ов-то, не важно. Вот. Это у нас Dash, это у нас Decade и это у нас Strax. Ну, вот эти все три монеты. То есть, ну, остальные монеты я посмотрел. Тут, в принципе, ничего особенного. Там какие-то высокоисковые, либо вообще, ну, ультращитки. Поэтому Dash тоже многие недооценивают. Говорят, что вот он никогда не вырастет, раз он не сделал перехай. Но бред полный. Он стоил тут вообще 2 доллара, а подлетал на 1600. Почему невозможно, я не знаю. Вот. Поэтому. Но это их мнение. И тем более, что монет в циркуляции было намного меньше тогда. И разлоки могли бы. Но все равно за счет бычьего рынка он подскочил. Поэтому имейте это в виду. Также Decade тоже анонимная монета. Как и Dash, как и многие другие. Но здесь зато гибрид. Если кого-нибудь интересовал. Поэтому можете зайти, посмотреть, изучить. По поводу Stratis, Strax. Ну, опять же таки, монета отчасти рисковая, я считаю. Вот. Как мы видим, вообще особых иксов она не показала. Ну, да. Понятное дело, было, может быть, около 6 иксов. Тоже профит. Но, если посмотреть то, что она дала здесь. С 6 центов до 20 долларов. То есть, это вообще там сколько? 30 иксов она дала. Вот. Поэтому даже больше. Даже 300 иксов. 300 иксов. Вот. Поэтому, ну, сейчас она падает то за дно. Но, имейте в виду, многие пишут, что скам там и так далее. Ну, понятное дело, что, когда все падает на медвежьем рынке, люди говорят, что типа скам. Ну, естественно, у них все скам, все, что не растет. Интересную статью я вам оставлю на самостоятельное изучение, что будет с майнингом эфириума после перехода на пост. Binance опубликовала на эфириум 2.0. И статья еще вышла, получается, 16 декабря 2021 года. Вот. И самое интересное, GSCale также у нас продаст полученную после запуска ПОФО и эфириум криптовалюта у нас эфириум ПОФ. Ну, эфириум В, да. Как мы видим, данная криптовалюта также у нас майнится на ПОФОВВЕРКе. Но если посмотреть по цене, был тут небольшой памп, но по большому счету, как мы видим, ну, вот здесь какой-то подъем небольшой был и сейчас дампятся тут за дно. Но я говорил, что такие высокоисковые монеты, как только их дадут аэрдропам, они сразу будут дампиться на полное днище. И, ну, мало кто будет их майнить. Может быть, кто-то будет и то, что она подскочит. Но, опять же таки, стоила она на пике там около 120, там 130 практически долларов. Ну, а сейчас ее укатали, считай, в 10 раз. Поэтому такие дела, ребят. Я предупреждал, как только получите аэрдроп, сразу желательно продавайте, потому что цену будут укатывать. Ну, в целом, что и произошло. Поэтому такой вот топ. Если кому интересно более подробной информации, это можете сами загуглить. Кто больше соображает, чем я, понятное дело, я не говорю, что я там мегаэксперт в теме майнинга, но альтернативы я вам предоставил, опять же таки. Ну, если кто майнит какие-то из этих монет, можете написать в комментах, как там сложность майнинга, имеет смысл какие-то майнить и помогите, в том числе ребятам, кто занимается данной темой. Всем удачи, всем пока.